22 февраля 2023 года 14.36 На улице минус 12 градусов. Среда. Продолжение следует. Что-то значков автобусов не видать. Только они вон сгрузились у метро Владыкина. Странно. Не движется никакой значок. Да, это очень странно. По «Звездным» нет. Только стоячие. У ВДНХ у южного входа тоже стоячие есть. Так же, как у Владыкина. А которые едут, наверное, из-за минус 12. Из-за мороза они, видимо, как-то не очень-то. Надо перезагрузить, если. Так, перезагрузил. Да, странно. То же самое. Нету значков тех, которые едут. Есть только те, кто стоит, и то вот они исчезли тоже. Да, что-то со значками какая-то проблема 100%. Ну что же, значит, будем без значков ждать автобуса. Нету, нету, исчезли полностью. Полностью исчезли. Да. Нормально. Да, да, приоткрыл. Он и был приоткрыт, он не был плотно закрыт. Да, тоже приоткрыл. Хорошо. А, это. Я положил вот эту пробку на круглый стул на кухню в центре. Только я не понимаю, а куда? Там же есть свои такие за... А, понял, понял. Да. Все понял. Все понял. Понял, да. Хорошо. В ванну положу. Давай, целую. Нет. Нет. Я не знаю, где. А, единственное, я могу брать и Караваеву зайти, посмотрю. Ну, ешь, ешь. Я... Посмотрю. 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 Давай, целую. Сейчас 14.41. Вот я совершенно... Во сколько я начал писать, я уже не помню. Не помню. Да, значки нет, очков нет автобусных. Может быть, это приложение, что-то с ним случилось. Скорее всего. 14.41. 14.35 я начал, в общем. Пол третьего я начал писать. Пол третьего я начал писать. Пол третьего, значит, до пол четвертого. Пол третьего я начал писать. Под вход счетом. Пол третьего я начал писать. Ну, можно писать, в общем. Черт surface, как жаль. П baskч éspoint, это означала немного висимых. Пол третьего я началvas покрашивать. Продавание. 埋 professionally бал dent table. По крайней ажескости. Подходим. По уровня. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, что-то интересно, с чем это связано, что нет значков? У меня с программой или с общей совсем нет значков автобусов. Нет и нет, все нет, абсолютно. Даже исчезли те, которые были у метро Владыкина и у южного входа ВДНХ. Они даже исчезли. Ха, это интересно. Система как-то, что-то случилось с системой. Четырнадцать сорок четыре. Четырнадцать сорок четыре. Четырнадцать сорок четыре. Четырнадцать сорок четыре. Да, вот, прекратилось, исчезли значки. Прикол прекратился. Может быть, надо перезагрузить айфон. Четырнадцать сорок четыре. Четырнадцать сорок шесть. Но раньше я тут, кстати, так и записывал, когда не было значков. Без всяких значков. Без всяких значков. Кстати, когда я перезагрузил смартфон. Вот появились. Вот, семьдесят шестой идет по Большой Марфинской вниз на Академика Комарова. А там еще другой, семьдесят шестой. Так, вот здесь на Ботанической как-то много собралось значков. Второй идет на Ботанической Академика Комарова. А, вот еще нет. Семдесят шестой на Академика Комарова. Семдесят шестой два на Академика Комарова. На Новомосковской вверх на север ползет 53-й. А, вот 585-й въехал на Звездный бульвар с Новомосковской. То есть он скоро тут будет. Значит это надо было перезагружать смартфон. 14.49. Ели по Звездному бульвару. Звездный бульвар. 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 Продолжение следует... 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 15.29, 585 по 15.30 уже едет по Академике Комарова в сторону Ботанической. 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 Продолжение следует... 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 Долбит. Что это такое, не знаю. Так, 585-й мчится по Звёздному бульвару. Уже годовиково проехал. Поворот на годовиково с этим новым высотным зданием, кварталом целым новым. Коробейник светло-зелёный промчался на мотоцикле. На мопеде, скорее. Здесь многие ходят из домов начала Кондратюка в магазин «Пятёрочка». То есть они могут на видео в двух направлениях подпасться, их фигурки. Как они идут сюда, на запад, а потом отсюда на восток. Так, 585-й пересекает Звёздный бульвар. Остановился там на остановке, посередине Звёздного бульвара, пересекая его. Въехал на центр, а теперь он. О, ему навстречу на центре тоже ещё один патерин. 685-й едет. Сейчас они пересекутся у бывшего ресторана Звездной, там остановка, да, вот они теперь друг на друге эти значки навстречу друг другу. Вот они разъехались, разъехались. Вот 585 завернул его значок на Кондратюка, сейчас должен появиться тут, вот якобы он уже в зону видимости, ехал значок, но пока его нет. Вот он, я слышу его, вроде бы, хотя нет, это не он, это вот эта зеленая машина на запад поехала. А где же он? Он уже далеко, показано, что он там чуть ли не посередине Кондратюка, да, его еще нет, совсем нету. Надо же, ложный значок, нифига себе. А вот он, вот он, слышу, вот он проехал, проехал, но с большим отставанием реальный от дигитального проехал, аналоговый от дигитального проехал с большим опозданием. А вот он. Так, на этом из окна прекратим снимать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот эта статуэтка Ангела Гипсового стоит с 1985 года в туалете на полке. Это подарок 1985 года Сорокина Володя. Тут написано, не знаю, будет ли это видно, написано «Товарищи, можно жопу пососать» В. Сорокин. И год 1985, еще «Сердце пронзенное стрелой» нарисовано. Не знаю, будет ли это видно. Но это интересная вещь в том смысле, что это уже такой концептуальный, концептуалистский антиквариат. Она уже такая неприглядная, желтенькая статуэтка. Пожелтел гипс. Но прошло уже сколько? 15-23. Это 38 лет уже прошло. 15-23, да. 38 лет с того момента, как он принес эту статуэтку, подписал ее, и я поставил ее туда на полку в туалет. Она, наверное, стояла тут еще какое-то время сначала. Спасибо за субтитры.